На этой неделе исследовать зеленые туристические маршруты мы будем далеко за пределами Одесской области, на Кимбурнской косе. На этой неделе мы подготовили специальный выпуск о Кимбурне, посвященный концу лета. Наше новое путешествие будет динамичным и красочным. Чтобы добраться на катер, к 7 часам утра мы выехали из Одессы в 3 часа ночи. Дорога дальняя, поэтому решили взять время с запасом. Ну что, мы добрались до Очакова, до причала, откуда отправляется катера на Кимбурн. И при въезде нас ждала неожиданность. Мы сели. Ждем теперь кого-нибудь, чтобы нас вытащили, потому что перепробовали все абсолютно способы, чтобы выбраться. Пока нужен только трос. Через полчаса мучений нас вытащил водитель джипа. Зато мы успели встретить безумно красивый рассвет и познакомиться с местными четвероногими. Наш катер на Коса отправляется отсюда с 340-го причала. До отправления полчаса, но мы видим, что здесь уже достаточно желающих, чтобы перебраться на другой берег Косы. Сегодня нам повезло. Полный штиль и погода просто чудесная. По дороге на Косу мы заметили остров. Позже мы узнали, что он называется Первомайский. Оказалось, что на его территории находится военная база, поэтому рассмотреть его можно лишь издалека. Интересно, что это один из семи островов Украины. На синей глади Ягорлыцкого залива, Черного моря и Днепробукского лимана виднеется Кимбургский полуостров и его песчаная коса. Она словно длинная лента, простирается на 10 километров вдоль двух водоемов со слепительно белым песком и лазурными водами. И вот мы на Кимбурге, так как дорог тут особо нет, по месту разъезжают такие вот автобусы-внедорожники, их называют пати-бас. По пути на пляж на машине мы проехали через село Покровское, которое находится на юго-востоке Кимбургского полуострова. Наша гид Светлана рассказала о еще двух населенных пунктах на косе. В северной части расположено село Васильевка, а Покровка в южной части. У нас тут есть пункт обслуговывания населення. Это люди, которые, кроме того, что надают рекреаційные услуги, они еще и сделали вот такие правильные биотуалеты, которые не дают всем этим отходам потрапляти в песок и таким образом зберегают природу. Плюс они должны вывозить сортованное смятя. Вы рассказывали, что парк выиграл грант. Так, наш первый грант 2012 года – это был грант по вывозу смятя. Было очень неприятно, когда европейские деньги, которые нам давали на сбережение природы, пошли на вывоз побудового смятя, которое находилось в первом лесу, бля села Покровский хуторый. Здесь, на Каботажном моле, обустроили понтонный причал, куда привозят туристов катерня Булон, которую местные называют ракетой. Раньше причал находился на километр ближе к самой косе, но его перенесли после того, как туристы на внедорожниках нанесли бред природе. Почему приехали на Кимбр? Посоветовали фанаты Кимбрна. Что рассказывали? Тут хорошо, свободно. Это наше любимое место отдыха. Мы отдыхаем здесь практически каждый год. А чем полюбилась эта местность отдыха? Чем полюбилась? Первозданностью природы. Уже мало осталось. Правда, сейчас уже, конечно, подпортили цивилизацию. Но, в принципе, здесь очень хорошо. Приехали с Николая. В общем, Кимбрна, потому что здесь еще не были. Просто интересно покататься на ракете и посмотреть, какая здесь вода. Первый раз на ракете? Первый раз. Вообще как? Удобно? Очень. Ну, как по мне, очень. Удобнее, чем на маршрутке, чем на катере Сычакова. Каждый день, кроме вторника, мы ходим. Сейчас дополнительно пустили ракету на выходные дни. Пассажиров хватает, много людей. А сколько человек она может сместиться? 77 пассажирских. Место у нас смещается. Все практически ездят по онлайн-билету, закупают. Кимбургская коса – это километры диких пляжей и нетронутой природы. Это уникальное место, его еще называют местом силы. А некоторые – украинскими Мальдивами – за белый песок и кристально чистую голубую воду. Это уникальное место соединяет с собой Днепро, Букский лиман и Черное море. Наш гид Дара приезжает сюда последние 15 лет на лето, чтобы оздоровить себя и свою семью. В соприкосновении с этой природой организм существенно обновляется. Это мое место силы. Я очень плохо себя чувствую, когда я сюда не приезжаю. И практика показала, что месяц жизни здесь летом для детей – это потом здоровье весь год. Тут, видимо, благодаря сочетанию каких-то уникальных экологических структур, ценный очень воздух, ценное место, напитанное всевозможной природной силой, что дает возможность набраться организму здоровья. Чуть дальше расположились дикие пляжи. А если пройти еще дальше, вы увидите край косы. Но здесь не рекомендуют купаться. Говорят, из-за соединения пресного и соленого течения здесь образуются опасные воронки. Если вы хотите пойти на край косы, то рекомендую просто пойти прогуляться, постоять одной ногой в пресной воде, одной ногой в соленой, полюбоваться и пофотографировать. Но чтобы купаться, все-таки лучше отойти на 2 километра от края косы и уже там более безопасно купаться. Мы попробовали отыскать другое, менее людное место. Нас провели на грязевые озера, где вода настолько соленая, что в ней невозможно утонуть. Так, засекаем 12 минут, чтобы эффект был самый лучший. Прощай, макияж, все две красоты. Это кресевое озеро. Научным языком это сопропилливые грязи. Их состав аналогичен к уяльницким грязям. Они очень полезны для здоровья. Рекомендуют не более 12 минут находиться в грязи. Ну вот, я немножечко достала со дна. Сейчас она вся под водой. Она такая маслянистая. После нее очень приятное ощущение. На территории полуострова есть 150 соленых озер разного масштаба. На одном из них у села Геройское добывают соль и налажен солевой промысел. Исследуя Кимбурн, мы решили полностью погрузиться в кимбургские леса и рощи. Мы находимся с вами в реликтовом таком гайку березовом. Это червонокнижный вид нашей Украины, береза днепровская. Особенность в том, что из одного стовбора растет несколько столов. И вот таким образом она формует зарост. Бывает так, что у нас даже среди соснового леса, который у нас рукотворный, штучный, вот такие небольшие березовые гайки. Кстати, осенью на Кимбурне устраивают кривные туры. А весной сюда едут посмотреть на цветение диких орхидеев в естественной среде. Следом за березовой рощей мы направились в Ковалевскую сагу или Геродотов лес. Это высшая точка Кимбургской косы, 15 метров на Дребное море. С этой точки хорошо видно Дніпробузский лиман и наше Черное море. Зараз мы с вами зайдемо в найнижчую точку Кимбургской косы, так звана Ковалевская сага. Вченые приписывают ее давнему историку Геродоту. Когда он был тут в Ольвии и описывал наши края, он писал, когда перейдешь в Борисфен, с левой стороны увидишь Гилею, царство лесов. В низовьях Кимбургской косы находится Геродотов лес. Здесь расположилась Ольховая роща, заросли дуба и вяза. И это хорошее место для любителей лесной прохлады, но не стоит забывать про средства от комаров. И, конечно же, все на Кимбурге связано с легендами. Местные говорят, что в лесу живут русалки, леши и водяные. Что это царство богини Гекаты, которое заведуют как раз этими мифическими существами. Поэтому, согласно поверьям, здесь нельзя кричать, а лишь слушать пение птиц и наслаждаться красотой природы. Говорят, что здесь все еще можно встретить фазанов траве и дельфинов моря. На морском берегу соберять ракушки, рапаны. И самое главное, если вы хотите искупаться на диком море и провести отпуск вдали от цивилизации, это место покорит вам душу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова